Гипермаркет «Планета одежды и обуви». Еженедельное обновление ассортимента. Супер скидка 50% на определенный товар. Гипермаркет «Планета одежды и обуви». Дорогая, нам на Домклик одобрили ипотеку. Давай квартиру выбирать. Прикольно. На однюшку точно хватит. Нет, я хочу, чтобы двушка, но по цене однюшки. Да где же мы такую найдем? Как где? В Тантале, конечно. Евро-двушки по цене однюшки. Тантал 712-38. Здравствуйте! Вы смотрите новости на Первом Независимом. С вами Дарья Юринская, спонсор выпуска «Строительная компания Тантал». И вначале коротко о главном. Совещание в зловонном дыму пожар на полигоне твердых бытовых отходов остается в центре внимания краевых властей. Вместо пленки – качественные окна в школе номер 13. Наконец, стало комфортно и тепло. Все подробности в выпуске. Молитва, доступная избранным супруге черных певчей церковного хора, герои нашей традиционной рубрики – вот это кадры. Итак, делегация министров во главе с Александром Осиповым побывала в Агинском бурятском округе. В повестке было не только культурное обогащение, но и серьезное совещание. Все подробности у Гули Алхасовой. В этом небольшом зале вся история Агинского бурятского округа. Ценные реликвии, традиционные костюмы, старинные седла и упряжь. Для агинчан это вещи, не имеющие цены. Поэтому спрашивать о стоимости изделий здесь не принято. Есть вещи, уникальные и не имеющие аналогов. К примеру, эти платья из конского волоса. Каждая создается вручную и в единственном экземпляре. Это платье только из конского волоса. Видите, если посмотреть, это на седло похоже. Это и мыл по-нашему. Вот это, например, натуральная окраска наших коней. Начиная от светлого, кончая до черного. Вот у нас имеются вот такие лошади, вот таких окрасок. Выставку конского убранства и снаряжения в Доме культуры поселка Агинское открыли специально к приезду чтенской делегации во главе с Александром Осиповым и Баиром Жемсуевым. Самому долгожданному гостю провели индивидуальную экскурсию и рассказали о древних традициях. Это сделан из тавурки плёточка. Его, говорят, каждая лошадь мечтает, чтобы её стегали плёткой из тавурки. Вот поэтому таву очень любимое дерево бурят. Познакомили главу края и самым знаменитым конником за Байкале Арселаном Аюшеевым. Свои почти 80 он отличный наездник. Главное, признаётся, найти своего верного коня. А у него он легендарный по кличке Дойонба. От коней зависит, от меня тоже. Перед руки хорошо. Конь живой, я живой. Далее перешли к основной части – отчёту о проделанной работе главы Агинского бурятского округа Бато Доржиева за год. В 2018-й он назвал успешным. Выросли показатели зерна и сена. Однако немало и нерешённых проблем. Всё та же утечка работоспособного населения, плохие дороги. В 12 поселениях некачественная питьевая вода, долги муниципальных учреждений. Наша основная задача – это по посёлку Агинское. Мы хотели бы, чтобы всё-таки в 19-20-21 году был построен детский зад на 220 мест. Тогда мы проблемы школьного образования решили. И вторая проблема – это двусмены наших школ. В 8 школах Агинского округа две смены учимся. То есть 15% детей учатся во вторую смену. Особый акцент Бато Доржиев сделал на нехватке средств для разработки проектно-сметной документации. Такие речи главы округа Баиру Жамсуеву не очень понравились. Хотя выступление члены Совета Федерации не предвещало никакой грозы. И началось вполне себе позитивно. Может, потому что он как раз на днях отметил круглую дату, своё 60-летие? В связи с этим сразу хочу всем напомнить, что люди, в достижении определенного возраста, относятся с большим уважением. Поэтому я сразу же прошу вас простить меня, если я переберу. Мы будем это оценивать как льготы человеку, который достиг определенного уважаемого возраста. Спасибо большое. Шутки при Баутке закончились, когда сенатор перешел к анализу отчетов главу округа и руководителей районов. Если честно, мне немножко не понравилось некоторое выступление, особенно руководителей, которые основным инструментарием решения тех или иных проблем, которые возникают или в муниципальном образовании, или в целом округе, называют только отсутствие финансовых и бюджетных средств. Я сразу напомню о том, что, опять же, с учетом своего возраста, уж простите меня, да, в 97-м году тоже было очень плохо. Бюджет был несопоставим с тем, что сегодня есть бюджет из Абайкас, края и по муниципальному образованию. Есть такое хорошее понятие, только надо искать выход из этого положения и не просто ходить с протянутой рукой. Александр Осипов был не так категоричен, обошелся лишь рекомендациями. Отметил, нужно правильно расставлять приоритеты и затем постепенно их решать. Одна из главных задач развития овцеводства. Мы с вами видим тенденцию по овцеводству. В личном пособном хозяйстве идет рост, который не компенсирует того спада, который идет в коллективных хозяйствах. Я предлагаю отдельно посмотреть на то, как у нас организованы работы в коллективных хозяйствах, насколько современные там методы управления. В завершение встречи цеными призами наградили лучших работников Агинского бурятского округа. Гуля Алхасова, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ. В минувшие выходные Александр Осипов тоже не стал отдыхать, не остался дома, а посетил полигон твердых бытовых отходов, который горит уже несколько суток. Все подробности его путешествия у Натальи Протаковской. Едкий дым распространился молниеносно. И первыми начали задыхаться жители близлежащих населенных пунктов. Биофабрика Угдан, Верхчета и Смоленко. После перемены ветра зловонный дым окутал остальные районы города, в том числе школу 17 и КСК. На самом полигоне максимальная видимость составила 50 метров. Основная сложность оказалась в горящем свале, к которому изначально не могла подойти техника. Было принято решение создать почвенный замок, благодаря которому появилась возможность тушения огня. С момента начала пожара выгорела площадь в 4 гектара. Из них в субботе удалось локализовать 3,5. В настоящее время организована технологическая дорога, которая позволяет технике пройти на кромку свала и работать именно по свалу. Работа организована в круглосуточном режиме. Собрав всех должностных лиц, которые должны заниматься ликвидацией ЧАЭС на мусорном полигоне, стало очевидно, что информация у каждого своя. Пожар у нас в ночь с 29 на 30 начался. Сюда было направлено два отделения. Оценить обстановку по внешним признакам уже было возгорание на площади 3,5 гектара. То есть площадь уже значительно большая была. Звонка нам пока с ТБО не поступало. Видимо, на сообщение в ЕДДС города поступило, вот проезжающая. Звонок в ЕДДС от нас поступил. Потому что мы в городской предприятии обязаны первую очередь их оповестить. После таких противоречивых ответов Александр Осипов поручил провести расследование, чтобы установить все обстоятельства пожара и найти виновных. Если верить выступлению бывшего собственника полигона Владимира Степкина, самый сложный участок на 2 февраля – стык владений Забайкал-Спецстранс и Экополигон. Оперативной и слаженной работе на этом участке мешает отсутствие взаимопонимания и должного взаимодействия между указанными управляющими организациями. Также Александр Осипов остался крайне недовольным действиями начальника ГООЧС Геннадия Комарова. Штаб был создан 31 числа. Почему не 29? У вас что, нет соответствующих планов постоянной готовности и реагирования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций? Есть такой план в действии. А почему не создали вовремя штаб? Ну, штаб создается, когда вводится режим чрезвычайной ситуации. Кто это иницирует тоже? В структуре органов управления и должностных лиц города. Не были? Заслушав всех, глава региона отправился на полигон, чтобы на месте оценить реальное положение дел. Здесь работает только один бульдозер. Два. И второй. Вот второй. С южной стороны. Второй бульдозер. Эти два внизу что делают? Эти два бульдозера. Вот сейчас подвез грунт. То есть мы подпираем ему тоже и с этой стороны вот этот алерон. А два бульдозера стоят. Они как грунт померяемые ходили. Пришла машина, грунт высыпали, он сразу сталкивает. Так же, как и этот бульдозер. Вы интенсифицируете их работу. Вот я не... Даже я тут приехал сейчас, техника половина простая. Я уеду, я чувствую вообще неизвестно, что будет. Сложившаяся обстановка крайне возмутила Александра Осипова. Особое внимание он обратил на действия непосредственного собственника полигона. Дело, что это человек, который из Абайкасской страны. Абайкасской страны? Да. Ну, у нас, если я правильно понимаю, самый неучаствующий в этом процессе. Давайте, организовывайте работу. Там два бульдозера стоят, они должны интенсивно работать. И не только Андрей Осипович этим должен заниматься, а вы в первую очередь. Или я чуть неправильно понимаю. Давайте так, посерьезнее, занимайтесь, это в вашей первую очередь работа. Мы сейчас все работаем за вас. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Из начальников пенсионера сегодня стало известно, что Сергей Скурыдин, который ранее занимал пост начальника управления ЖКХ комитета городского хозяйства, ушел на заслуженный отдых. Скурыдин в мэрии Читы отработал не один десяток лет. Сегодня Олег Кузнецов и коллеги сердечно поблагодарили его за труд и пожелали удачи, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. Ранее мы уже рассказывали, что в отношении Сергея Скурыдина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Оно было связано с причинением крупного ущерба бюджету Читы. Валаамский, Киево-Печерский, Грузинский и Греческий – это вовсе не языки, а церковные напевы. Супруги Черных и Щиты владеют ими в совершенстве. Все подробности в рубрике «Вот это кадры». Каждый, кто хоть раз бывал в церкви, заслушивался чудным пением, раздающимся будто с самих небес. Те, кто абсолютно не знаком с внутренним устройством и устоем храма, начинают активно искать источники звука и не находят. Люди же знающие отлично понимают – это клирос. Несмотря на особое расположение, клирос находится аккуратно центральной частью храма. Это место особое, богослужебное, и зайти сюда может далеко не каждый, так как на его посещение требуется особое благословение настоятеля. Кроме самого места, клиросом нередко называют и людей, поющих в церковном хоре, но только тогда, когда они идут вместе. Так клиросом по праву можно называть и супругов Черных. Дмитрий и Дарья уже четыре года поют в архиерейском молодежном хоре Читинской епархии. Каждый день они соприкасаются с духовными знаниями, открывая книги с молитвами и песнопениями. Все богослужебные тексты Дарья, как реагент хора, помечает определенной разметкой. Это делается для того, чтобы избежать ошибок в произношении, ведь служба проводится на трудном для современного понимания церковно-славянском языке. Иногда в стихирах бывают очень трудно произносимые тексты, например, «На вуфе я каменьем побиша». Нам это нужно пропеть. Мало того, что это трудно произнести. Или «Исаию же пилою древяною растрошим». То есть бывает так, что слова и ударения, как бы мы привыкли по-русски говорить одно ударение, указывать на слово, а здесь по-другому. И вот когда мы говорим и поем, тут все это разнится. Ну и приходится как бы привыкать и иногда ошибаться. К сожалению, ну, не справляемся, поем лучше, чище с каждым днем. Ясные взгляды и понимание друг друга с полуслова. Когда один мысль теряет, другой ее подхватывает. Супруги встретились в Москве незадолго до того, как Дмитрия, студента духовной семинарии, распределили в Забайкалье. Даша без раздумий последовала за ним. Я родом из Ростовской области. Я из республики Бурятия, город Ланде. А познакомились мы в Москве? Да, то есть там обучение проходили. Ну, Даша уже работала, я учился в семинарии. И, ну, как-то так получилось перед уездом сюда, в Читу. Познакомились. Ну, и она приехала ко мне здесь пожениться. Отработку я прошел, я здесь остался. Как бы работа есть, есть чем заняться. Ну, поем потихонечку. И не только поют. Сейчас Дмитрий готовится стать священником. А пока занимается социальной работой в епархии. Помогает всем, кто нуждается. Создает благотворительные проекты на площадках для помощи общественным и приходским программам начинания.ру и православная инициатива. Также наши герои возрождают традиции народного пения на приходах по резолюции патриарха Кирилла, принятой в 2016 году. Прихожане, кроме Отче наш и веру и на литургии, поют еще и во время причастия. С Алии, получается, я там стою, ну, и руковожу. То есть, как когда начать, когда закончить. Потому что, если ими не руководить, то там сброд такой получается. И я вместе с ними пою. И им задаю вот этот тон, ритм. И так и поем. И мы тихонечко подпеваем. Иногда слова раздаем. Если, допустим, слова люди не знают, то, естественно, там распечатаем на А4 листочках. И раздаем народу. Они поют или сейчас в гаджетах в основном смотрят. У всех все есть, даже у бабушек. У певчих, как и у многих других, есть свой святой покровитель. Роман Сладкопевец. Говорят, если к нему обратиться с искренней верой, обязательно поможет. И даже человек, которому трудно дается пение, у которого может отсутствовать музыкальный слух, обязательно с его поддержкой обретет силу голоса. Солнце праведное, став чине своем, достойно взывающий, слава силе твоей Господи. Ирина Блажевская, Евгений Погорелый, ЗАПТ-ТВ. Это новости на ЗАПТ-ТВ и мы продолжаем. Глава региона Александр Осипов сегодня провел очередное оперативное совещание. В центре внимания эпидемия гриппа, ситуация на полигоне в Ивановке, а также подготовка к 9 мая. Все подробности далее. В краевом правительстве новый человек Михаил Чуркин. Он назначен заместителем председателя правительства региона по инвестиционной политике. Александр Осипов сегодня на оперативном совещании представил его как специалиста с многолетним опытом в строительной и инженерной областях. Далее все пошло по плану. Слово взял министр здравоохранения Сергей Давыдов. Грипп продолжает свирепствовать, эпидпорог превышен на 142%. А в Верхчете тем временем взяли и закрыли круглосуточные койки в больнице. Стратегия, где мы закрываем круглосуточные койки, потому что они не работают как нужно, не вырабатывают. И есть процент, большой процент, до 90% необоснованной госпитализации. Мы должны открыть там пункты неотложные, круглосуточная помощь. И я могу сказать, что ни одно лечебное учреждение, медицинскую организацию мы не закрываем и не будем закрывать. И если какие-то будут жалобы, это все неправильно. Я надеюсь, что конституционного права людей и общечеловеческого иметь свою позицию и жаловаться, то не собираетесь лишать. А то вас сразу поправить будет много кому. Смотрите, первое, поверхчите непосредственно. Вы тогда или вы выезжаете, или если там у вас будет не получаться в ближайшие дни, или заместителя отправляете. И сделайте исход граждан с главой поселения. И расскажите, что вы делаете, почему вы делаете. Грипп гриппом, а подготовка к 9 мая по расписанию, но это не точно. Повестку празднования, озвученную на прошлом заседании Оргкомитета Победы, Александр Осипов назвал непроработанной. До конца не готова она и сейчас. Я в рамках Оргкомитета Победы увидел мероприятие, опять сугубо практически официального характера, по стандартной общегосударственной повестке, с какими-то там традиционными нашими забайкальскими мероприятиями. И только по существу в один день. И обратил внимание, что у нас вообще-то на самом деле целый период с 1 по 12. Есть по нему что-нибудь? Ничего нет. Глава края поручил Елене Михайловой до конца февраля сверстать насыщенную повестку с культурными, спортивными и развлекательными площадками. И чтобы люди в это время не пили, добавил глава края. Что же касается тем более актуальных, то пожар на полигоне в Ивановке также остается главной темой дня. По полигону ТБУ в Ивановке за все это время завезено 8 934 кубических метров грунта. Естественно, он вывезен, развезен по полигону. По текущей ночи работала у нас... Начальник штаба ваш этот где? У вас начальник штаба Андрей Васильевич? Да, сейчас на месте. Он там? Да, там. Надо было тогда ему туда видеоконференцию какую-то организовать, чтобы он поскладнее доложил все это. Вот смотрите, вот эти общие цифры, я почему-то, Олег Васильевич, вас прерываю, потому что вот эти общие цифры не нужны. У нас там есть конкретные фронты горения. Они, по ним что происходит сейчас? Они уменьшаются, они там расширяются или нет? Техника все работает. Задача добить горения, сомкнуться с аллероном, с полигоном и дальше уходить в оставшуюся часть, которая между нашими двумя границами полигонов. Вот такая обстановка на сегодняшнее утро. Далее огонь, видимо, перебросился в само совещание, потому как ход получился совершенно неожиданным. Выяснилось, что в девяти районах края до сих пор не представлены планы по строительству теплых школьных туалетов. Нет денег, пояснил министр. Такая формулировка окончательно вывела Александра Осипова из себя. Приходится в форме прибегать, приведение вас в работоспособное состояние. Выводы следующие. Значит, Андрей Александрович эту работу сорвал, Марина Вениновна, я ваш вклад уже не знаю. Вы проведите проверку служебную и по ее итогам сделаем соответствующие выводы. Гуля Алхасова, Евгений Погорелый, ЗАП-ТВ. В конце декабря прошлого года мы рассказали вам об одной из чезинских школ, учащейся которой вынуждены заниматься в холодных кабинетах, где вместо стекол натянута обычная целлофановая пленка. Ситуация изменилась кардинально. Об этом узнала наш корреспондент Наталья Протаковская. Родители учеников начальных классов средней школы номер 13 города Читы рассказали о том, как их дети мерзнут в классах со старыми деревянными рамами, стекла в которых склеены скотчем и изнутри обтянуты целлофаном. Руководство школы нам не хочет помочь в этом. То есть никаких движений не идет уже на протяжении двух месяцев. Родительский комитет настроен на то, что мы сами обязаны поставить окна. Но мы не можем, мы не располагаем такими суммами, чтобы нам собрать 60 тысяч на три окна. Директор школы, комментировав ситуацию, наотрез отказалась. Однако парафраз не смогла ускользнуть от нашего внимания. Все, что происходит внутри школы, все решается на управляющем совете. А как, а вот сейчас ЗАГТВ вам поможет с окном. В нашем первом сюжете родители первоклашек напрямую обратились к сотрудникам городского комитета образования с просьбой разобраться и разрешить их холодную ситуацию. Вот, пожалуйста, окна зашиты пленкой, рамы все старые. И с них очень дует. Мы просим власть обратить внимание на школу номер 13 и помочь нам установить окна и навести порядок, чтобы наши дети действительно получали то образование, к которому они стремятся. В городском комитете образования подтвердили, о ситуации знают. Однако замена окон запланирована только на следующий учебный год. Всего-навсего лишь семь окон осталось в классах, они заменены именно в 13-й школе. В рамках подготовки к новому учебному году, то есть имеется в виду 19-м, 20-м учебному году, в принципе, предусмотрено уже порядка 150 тысяч рублей на замену именно этих семи окон. Общественный резонанс внес свои коррективы в решение этого вопроса. Сегодня 2 февраля, суббота. Мы находимся в 13-й школе в кабинете первого класса. Сейчас здесь производится та самая долгожданная установка окон. В ближайшие 2-3 дня установят 7 окон сразу в трех кабинетах первоклассников. Опасения родителей о низкой температуре в классах не были беспочвенными и надуманными. Окна старые стояли плохие, были замазаны простой шпаклевкой, то есть с них дуло очень сильно, ребятишки, скорее всего, мерзнут. Сейчас будем ставить хорошие окна местного производителя, то есть трехкамерный пакет с трех стекол, очень теплый. Надеюсь, ребятишки мерзнуть не будут. Родители первоклассников рады, что одна из основных проблем наконец-то решена. Оказывается, ждать целый учебный год не надо, так же, как и не надо скидываться на установку окон самим родителям. Наконец-то мы дождались, когда в нашем классе начали устанавливать окна. В классе будет тепло. И я хотела бы выразить благодарность компании ЗАПТВ, что мы все-таки придали это огласке и обратили внимание на нашу школу и сделали окна. Наталья Протаковская, Евгений Погорелый, ЗАПТВ. Главное управление МЧС по Забайкальскому краю посоветовало четинцам закрывать окна и меньше находиться на улице, если задымление от горящего мусорного полигона увеличится. Об этом горожан оповестили с помощью СМС-сообщений. Также МЧС советует при смоге пить больше чистой воды, не меньше двух-двух с половиной литров, из которых до полулитра минеральной. Также поможет две-три чашки зеленого чая в течение дня. Напомню, на данный момент на полигоне действует режим ЧС, участки горения, на которых остановлено, продолжают ледь. 5 февраля в Забайкальском крае официальный выходной день в связи с празднованием буддийского праздника Сагалган. По информации администрации, городские поликлиники в этот день будут работать по расписанию субботы. Двери городских учреждений здравоохранения будут открыты с 9 часов утра до 3 часов дня. Неотложные вызовы будут приниматься с 9 часов утра до 6 часов вечера. Почти 195 миллионов рублей получит Забайкалье в текущем году на развитие спорта. Субсидия будет направлена на оснащение спортивных площадок, в том числе площадок ГТО. Такое предложение одобрили депутаты комитета по молодежной политике и спорту Краевого Заксобрания. Также планируется выделить субсидию по 10 базовым видам спорта на проведение сборов и соревнований. Владельцев свиней в Забайкальском крае попросили усилить меры защиты в связи со вспышками ящера в Приморье и в Хабаровском крае. В частности, руководители сельхозпредприятий региона призывают не впускать на территорию хозяйства людей, не связанных с обслуживанием животных, а также запретить использование кормов без санитарных документов и термической обработки. На территории Дальнего Востока ящер был занесен из Китая, где также бушует африканская чума свиней. Долгие перелеты с пересадками, а также долгое путешествие на поезде – все это теперь в прошлом. Читинский аэропорт сегодня презентовал новый рейс сообщением Читак-Красноярск. Виктор Соловьев расскажет о его преимуществах. Теперь с Читы до Красноярска можно будет добраться и прямым рейсом, а с помощью самолета Антонов-148-100Е, который вмещает в себя 75 пассажиров. И обещает летать он два раза в неделю – это понедельник и пятница. 2100 километров. Такой немалый путь преодолеть теперь можно не более чем за три часа. Востребованный маршрут оказался в списке с другими рейсами, которые были внесены в постановление Российской Федерации, что позволяет совершать быстрые перелеты из одного города в другой. Ну, езжу до Читы часто. Бывает поездом, бывает самолетом. Но самолетом удобнее и быстрее. Самолетом единственное, что вот долго с пересадками неудобно мне, потому что посадка в Лануде. Конечно, пять часов и два часа – это разница есть. Все равно тяжеловато пять часов лететь. Посмотрим. В принципе, вообще очень обрадовался, когда такой рейс увидел. Изначально летом спрашивала, есть прямой рейс в Красноярск, Чита. Говорили – нет. Вот вчера пришла, спрашивала, есть прямой рейс в Чита в Красноярск. Сказали – да, есть. Минимальная стоимость перелета вместе с сервисными сборами составляет 6 325 рублей. Потолок – 7 325 рублей. По большому счету, не такие уж и большие деньги, чтобы преодолеть в короткие сроки такое внушительное расстояние. Но в этом году впервые у Министерства территориального развития Сабайкальского края запросили наиболее востребованные маршруты Министерства транспорта, Росавиация. И мы очень рады и надеемся, что этот рейс действительно будет востребован. Чем ценен этот рейс? Он организован в рамках реализации постановления правительства Российской Федерации о правилах предоставления субсидий. Начало положено. Остается только дождаться первых отзывов от пассажиров, которые совершили первый полет Чита-Красноярск. Сейчас уже идет работа над другими, не менее востребованными маршрутами. Виктор Соловьев, Анастасия Шадрина, ЗАП-ТВ. Это все. Спасибо, что выбираете первые независимые. Оставайтесь с нами и смотрите нас 24 часа в сутки.